сегодня у нас такая тема будет это глисты у детей и здесь вы можете видеть у меня на подносе здесь некий такой арсенал собран который может помочь в том чтобы изгнать у детей глисты то есть как профилактические это можно производить так и если вы уже знаете что есть конкретно какие-то глисты или вообще подозреваете то есть дегельминтизация что можно у детей применять мы не можем там сделать им такой сбор где например составе такие травы как пижма полынь там не можем да многие травы применять которые токсичные крестовник вот есть хорошо глисты изгоняет есть такие а вот такие вот средства как вот видите здесь и тыквенные семечки у меня идут не очищенные очищенные тыквенные семечки вот это вот семена укропа потом здесь корки и цветки граната я собираю измельчая высушиваю это значит цветварная полынь его семена должны быть морковь потом чеснок вот я здесь кое-что набрала и сейчас расскажу вообще о симптомах и о том как можно устранить детей избавиться от этой глистной инвазии от этой проблемы значит продолжим детских глистах дети обычно заражаются глистами так как у них элементарный путь в основном они через грязные руки в рот все берут особенно маленькие дети да запросто могут вот таким элементарным путем заразиться такими глистами как острицы аскориды вот бытовой вот такой вот путь идет заражение у них потом через немытые овощи фрукты особенно бывают такие вот как типа клубника например поливается там она различными удобрениями вот этими органическими плохо промываются вот такие вот фрукты овощи и ягоды и вот ребенок запросто может заразиться таким образом инвазии да или происходит или например играются они в песочнице дети раньше особенно вот много играли да или там дети друг от друга тоже могут заразиться любым путем могут заразиться перед через прожаренное плохо прожаренное какой-то фарш кусочки фарша прожаренные вот не прожаренные какие-то там частички бывает плохо прожаривается фарш оттуда может ребенок заразиться через мясо может заразиться плохо прожаренное если уже мясо значит да кушает уже постарше дети вот вот такие вот пути заражения идут чаще всего какие симптомы наблюдается но если ребенок маленький зачастую уже острицами обычно дети аскоридами заражаются они даже никаких могут и жалоб не предъявлять потому что же они маленькие но ребенок делается плаксивом до капризным делается остено вегетативный такой синдром наблюдается до истощение идет потихоньку у детей дети отстают развития вот если ребенок там ночью плачет вот при острицах до просыпается беспокоит его там идет значит у него там беспокойство идет значит зуд идет правильно в нижних в нижних уже в органах правильно в заднем проходе идет зуб зуд если скрежетание зубами идет гиперсоливация вот слюна ночью может этот подушка вот слюни обычного такое вот бывает тоже вот такие дети капризные у них площадь плохо пища переваривается у них могут быть поносы начальность стадии заражения даже похоже как и на грипп даже вот тип тем более сейчас вот корона вирус даже человека не подумать что там глисты температура в самом начале может повышаться 38 быть такая выше субфибрильные потом могут быть жалобы на кашель да кашель может быть мокрота может выделяться в начальной стадии заражения могут быть поносы запоры вот такие диареи там даже и близко не подумаешь что там оказывается там идет вот постепенно вот это стадия значит размножение вот этих глистов а уже более таких хронических уже стать уже до хронических уже случаях более запущенных там идут более около пупочная область до вокруг пупка идет более идут разные в органах различных самые различные жалобы могут быть которые принимаются разлить за различные болезни причем внутренние болезни и там даже за что угодно может это приниматься и там опытные опытные такие педиатры старые опытные педиатры им не могут предположить назначат так вот поверхностно как сейчас вообще это может быть запущенной далеко зайти под самыми различными масками вот эти глисты они так сказать маскируются вот недавно у одного мальчика натурально как вот мог могут быть у маленьких детей сахарный диабет а там был аскоридоз вот и этот аскоридоз если успеете вы его заметили вылечили да убрали эти аскориды то тогда да пожалуйста будет выздоровление и сахарный диабет вам уйдет и а ты для глистов избавитесь под всякими различными то там думают рак такое тоже может быть непроходимость идет кишечника а там элементарно клубок клубок там чего клубок глистов там и оказывается там думать что рак там им кажется что вот это врага рак дает вот этот барео извесил и пить а там оказывается не рака глисты и тогда что они не знают а лечит ребенка как ракового больного да хорошо если вовремя спохватятся хорошенько посмотрят врачи или могут быть там в легких тоже изменения тоже подумают этот метастаза там на самом деле что может мигрировать личинки мигрировать и типа как будто это метастаза на самом деле это аскорида например могут быть какие там стадии проход через легких какие проходят вот там могут быть пока дойдет миграция вот это вот вся весь цикл развития различные органы они и в мозг пожалуйста и в легкие пожалуйста и в печени хинокок вот так вот трудно в общем это даже распознать бывает и так острицы вот при острицах зуд да беспокоит вот обычно нас особенно ночами вот это нас начинается да все и что делать тогда но обычно детям клизмы значит делают какие берут значит чеснок одну головку прямо чеснока берут молоко берут стакан и до мягкости кипятят вот это все чтобы весь этот чеснок до мягкости развалился до процеживают и от одной четверти до полстакана там уже зависимости как у ребенок поменьше поменьше значит от полстакана до 1 4 стакана делается клизма вот на ночь оставляется делается клизма и постепенно вот так через несколько клизм уже вот это все начнет начинает выходить из ребенка и постепенно вот такие вот клизмы чесночные делают или можно на воде сделать с полынью и с чесноком чисто на воде сделать тоже тоже вот так это разварить до мягкости полынь добавить и тоже такие клизмы произвести тоже вот эти от остриц таким образом можно избавить ребенка но на самом деле при острицах еще можно и самоизбавление тоже самоизлечение возможно если вот этот цикл перестать тут же идет самозаражение если самоинвазию вот эту остановить то прекратиться и будет излечение тоже то есть надо одевать ребенку каждое утро глаженные значит нижнее белье вот трусы надо одевать хорошенько поглаженные чистые следить чтобы у него ногтей не было вот чтобы он значит вот сам не расчесывал да вот и сам себя не инвазировал вот через ногти через под ногтевое вот это вот все ложа чтобы он себя не инвазировал этими глистами для этого если ребенок в руки в рот берет это очень плохая привычка вот это обычно идет инвазия а если обработать там постричь ногти обрабатывать касторкой там отучить от этого привычка то не будет вот это больше происходить острицами самозаражение второй это значит из круглых червей тоже идет это вот сейчас мы круглых червей говорим а потом будем говорить о ленточных элементах вот это аскориды вторые аскорида они уже крупнее чем острицы вот аскоридами как заражается аскоридами идет заражение вот обычно алиментарным путем идет заражение через немытые всякие фрукты овощи идет заражение через грязные руки в общем идет заражение постоянно надо чтобы дети тоже руки мыли да вот песочницах играются дети да вот таким вот элементарным путем идет заражение аскоридами и аскорида она они гораздо еще хуже опаснее там идет вот миграция идет через бронхолигочную систему там идет размножение кашель в начале возможен а потом идут уже боли вот эти аскорида они могут разрушать даже органы они в кишечнике в тонком кишечнике паразитируют перемещаются вот всякие различные симптомы могут вызывать у ребенка вот бронхолигочные вот кишечные симптомы все то что я вначале перечислила все вот это вот вызывается потом идет уже скрижетание вот это за зубы ночью да скрижетает потом идет гиперсоливация идет то есть слюна отделения идет астеновегетативный синдром у ребенка плохо вот эта пища вся всасывается правильно весе не прибавляет а лечится аскоридоз чем при аскоридозе надо лечить при помощи полынцы тварная измельчается порошок добавляется туда мед и вот в количестве 1-2 чайных ложек надо ребенку давать натощак вот натощак дают а через 2-3 часа нужно давать выпить чтобы все вот это вот ушло надо да значит давать какое-то слабительное касторовое масло хорошо в количестве 1-2 столовых ложек можно дать спокойно вот или либо магнезию если будете давать как слабительное магнезию тогда надо магнезию из расчета на каждый грамм магнезия дается из расчета 1 грамм на 1 год жизни 5 граммов например 5 лет серно кислый вот так можно освободиться от аскорид следующий тип это ленточные у нас уже идут ленточные глисты к ленточным глистам у нас относятся это солитер вот он же вооруженный цепень потом невооруженный цепень есть и широкий лентец вот эти три вида глиста тоже они уже достаточно крупные чем эти аскориды и чем острицы тут уже идет заражение через различные мясо видов там вот в первом случае если солитер там это свиное мясо невооруженный цепень это уже идет значит заражение через крупного рогатого скота мясо значит идет промежуточный хозяин крупный рогатый скота источник заражения он сам крупный рогатый скот может заразиться поедая траву на которой фекалии значит либо там полив идет какой-то грязной водой вот вот и еще есть широкий лентец а тут уже через рыбу идет плохо прожаренный тоже если детям дают вот такие вот пути заражения тоже симптомы самые различные вот идут истощение тоже у детей бывает сильно дети худеет вот обычно и боли идут и все такие кишечные различные расстройства то же самое трудно тоже бывает это дифференцировать что как и в этом случае но если врач подозрить подозревал направил значит на обнаружение вот этих вот яиц гельминтов да правильно кал был сдат правильно фекалий был сдат вовремя там есть определенные значит эти правила по которым нужно все это сдавать потому что это трудно обнаружить вот мы когда на инфекционных болезнях значит у нас была паразитология инфекционные болезни или хома кого-то рассказывал там даже писали такое что кал в теплом виде потом они не обнаруживаются вот эти и нужно сразу было сдавать вот как-то надо утеплить и было сдавать потому что трудно обнаружить там специальные вот есть правила по которым вот это все забор производится как производится в какое время и не за несколько раз иногда в течение 1 1 2 раз дают не выходят потом они выходят надо методом провокации вот тоже можно добиться в общем если попасть на вот эту стадию когда уже яйца есть тогда можно обнаружить яйца глисты и так и что в этом в этом случае если в случае ленточных до листов там уже мыс при помощи дегельминтизацию проводим при помощи значит тыквенные семечки берем вот тыквенные семечки видите надо вот это очистить вот тыквенные семечки да нужно очистить только нужно так очистить чтобы там зеленая оболочка да она оставалась вот это вот зелененькая вот здесь вот как пока чтобы показать чтобы она оставалась вот видите зеленая должна оставаться вот эта оболочка вот очищенные уже вот их нужно перемолоть в количестве например если 50 граммов где-то вот надо перемалывать перемалывается где-то 50 граммов вот и потом после того как вот эти тыквенные семечки перемолите да что что нужно дальше делать надо взять и добавлять туда кто когда-то добавляет мед некоторые добавлять варенье что-то сладкое добавляет да можно добавить и уже вот давать детям вот этот вот порошок с добавленными вот этими вот с чем-то сладким нужно добавлять первый день лучше поголодать конечно а потом дать вот уже эту такую вот порошок смешанный с чем-то сладким кормить ребенка допустим да покормить вот и как но определенные есть там значите нормы от 100 120 грамм где-то можно по старше детям и более младшим детям достаточно где-то 50 граммов вот так вот давать вот и потом выпить дать значит надо молоко для смягчения в котором варился чеснок вот и после еще еще определенного к промежутка времени нужно уже дать какое-то слабительное либо сделать клизму вот либо либо клизму сделать причем многие целители рекомендуют клизму делать соль солевые клизмы то есть значит столовая ложка соли на литр воды и вот правит делать клизму чтоб все это вышло и потом уже начинает из ребенка вот эти ленточные элементы они выходить начинают причем они бывают там надо смотреть если вот эта головка останется то все значит неэффективно значит еще раз надо повторять течение нескольких раз вот это повторяется вот после клизмы начинает они обычно выходить только нужно смотреть что если не получилось вышел например сам ленточный вышел до его оголовка осталось надо еще раз так повторять опять давать вот это вот перемолотые семена тыквы надо давать опять же потом дать выпить вот это молоко и потом уже клизму сделать вот и после этого надеюсь будет хороший результат вот так вот обычно 12 выходит больше не выходит этот лентец они больше не бывает больше 1 2 не бывает очень тяжело тоже с ними вот и еще у детей бывает у кого кошки собаки вот это кошачья двуустка или называет еще такая собачья глиста вот называют да тоже тоже значит как борется с ними тоже дают вот эти вот либо цитварные семя дают либо можно значит давать выпить это молоко в котором варилась а варился значит чеснок вот таким образом можно освобождаться от этих глистов вот теперь в некоторых случаях подозреваем да что есть глисты да но какие не знаем либо для профилактики вот в этом случае нужно ли профилактику вот проводить вообще чтобы не заболеть или что так предохранится чтобы обезопасить себя да тут нужно ребенку давать вот постоянно кому дают морковный сок время от времени да но дают это тоже очень хорошо от глистов предохраняет а если есть глисты то может и очистить от глистов хорошенько пронесет и вы это все вот морковный сок надо давать морковное пюре надо давать тоже очень хорошо тыквенные семечки периодически ребенку очищайте давайте как я уже говорила 150 грамм и вот чем значит ребенок младше там до 50 до 25 грамм немножко вот тыквенное семя перевала перемалывать можно давать смешать с медом периодически или так если ребенок постарше нужно давать как тыквенные семечки это тоже как профилактика идет потом еще есть такое значит как кокосовый кокос сам знаете кокосовое молочко причем кокосы недозрелое хорошо если есть возможность такая таких местах живете где кокос то то вот это кокосовое молочко очень хорошо от глистов она очищает причем от всех а замечательно очищает вот это тоже хорошее средство о том значит березовых почек так насто березовых почек можно давать настоять вот одну столовую ложку березовых почек и давать вот ребенку выпивать по 2 по 3 ложки это тоже хорошо от глистов очень даже между прочим замечательно тоже потом вот бывает у меня тут не гранатовой корки а тут правда перемолотые у меня здесь идет не знаю видно нет цветки гранаты мелкие здесь эти тоже есть в основном цветки и бывает еще кожуру прям от одного граната кожуру тоже взять залить четырьмя стаканами кипятка кипятить до половины объема до до двух стаканов да где-то и потом значит давать ребенку пить тоже по 2 по 3 столовые ложки тоже это хорошо действует против глистов вот такие вот значит есть различные методы вот я перечислила еще можно давать что тысячелистника тоже есть сделать настой одна стала тысячелистник он не токсичный как вот пижма вот это можно давать как другие там полы не там ребенку можно спокойно дать это значит дается из такого расчета одна столовая ложка на стакан вот этого кипятком залить да так дается который я сказала значит очень хорошо тоже действует это растение она не такие белые цветочки да и она более мягче чем полынь и чем вот это пижма она действует и не такой токсичностью не обладает вот это я значит сказала да значит вот про это растение тоже еще узнать что в основном вот эта вся тема у нас да еще что можно поставить в основном вот это все да вот эти все у нас есть свойства морковные я сказала а еще вот есть значит видите это у нас что это называется деготь березовый деготь есть такой метод тоже пупок есть пупок значит надо ватку немножко и ребенку привязывать на ночь давать вот это тоже способствует тому что вот эти глисты различные которые обитать в кишечнике они очень хорошо устраняется таким образом методом вот этого березового дегтя еще вот здесь видите у меня есть это видно нет это значит семена это укропа вот укроп тоже хорошо перемалываете его немного сахара добавляйте и ребенку вот который постарше есть можно чайными ложками давать и запивать а который младше да конечно они не смогут жевать и выпивать и можно настой вот этого укропа давать это нормально укропная водичка тоже как профилактика так все вот стварное семя чеснок все вот это в основном я рассказала вот такие вот есть у нас способы видоизбавления от глистов вот если какие-то вопросы будет задавайте потому что я все методы возможно не рассказала может быть что-то забыла рассказать в основном вот у детей такими способами можно избавиться потому что если у взрослых мы можем какие-то сборы более серьезные готовить тройчатку можем готовить там значит более широкий спектр там сбор сделать хороший да у детей мы это не можем применить и детям вот такие более щадящие более вот такие мягкие способы а еще значит давайте значит сок редьки редьку значит с медом надо настоять вот она сок пустит и вот этот по 1 по 2 столовые ложки редьку тоже можете давать профилактически это тоже очень хорошо когда глисты есть тоже очень хорошо вот кроме того что морковный сок еще и можно вот так вот на меду редьку настоять и давать это тоже выпивать тоже прекрасно это убирает устраняет глисты вот в основном это и тысячелистник я сказала в основном вот это все у нас на сегодня всем желаю крепкого здоровья не болейте и всего самого-самого наилучшего